Вот мы и дождались цветения канадской розы сорт Джон Дэвис. Я сегодня сделаю обзор тех сортов, какие есть в моем саду. Посмотрим, что же получается, что это за роза. Еще раз повторю, сорт Джон Дэвис. Название дублирую в нижней части слайда, чтобы вы могли четко и хорошо понять, что же это за такой сорт. Я вот, вы знаете, уже убедилась, что когда говорят заявленная высота сорта столько-то, по факту получаются совершенно разные вещи. И даже на одном участке убедилась в том, что все зависит от места посадки, от процента притенения, от того, насколько на солнечном месте или в тени находятся цветы. Как себя чувствует розовый куст? Даже от того, какие соседи рядом. Вот здесь соседи. Замечательная туис маракт. И еще одна соседка есть. Роза фламентан сплетистая. Вот такая. Но это роза укрывная. У нас сегодня тема канадских роз. Перейдем к канадской розе дальше. Эта роза зимует не первый год в открытом грунте, без укрытия. Все канадские розы, я уже неоднократно говорила, настолько морозостойкие, что подойдут к любому, даже очень суровому климату. А многие садоводы заметили, что если канадские розы укрывать, то куст будет гораздо пышней. Да, я с этим полностью согласна. Я тоже ставила такие эксперименты. Но потом решила, что все-таки хочу, чтобы не только я для сада, но и сад для меня. Видите, она без укрытия прекрасно цветет. Подчеркну еще раз, что высота этого куста, вот у меня получилось 2,30, как высота забора. Ширина больше двух метров точно. Вот потихонечку я дальше пройду, обойду вот куст. Чтобы ветки у меня не падали на дорожку, я взяла такую зеленую проволочку. Вот вблизи ее видно, а так она незаметна среди листвы. Видите, все, ее не видно. И она у меня подвязана к зеленой шпалере. У меня часть шпалер такого, как вот сейчас покажу, о плетистой розы, бронзового цвета, чтобы не сильно отличалась от забора. Но вот эти бронзового цвета шпалеры немножко слабоваты для этой красавицы. Поэтому здесь у меня стоят три шпалеры, две угловые и одна прямая. Вот высокая прямая и две угловые. Вот так, наверное, видно. А то даже не видно. Мы сейчас к ней подойдем. Вот так цветет красотка. Как ухаживать за розами, вы уже знаете. Я неоднократно об этом рассказывала. Сегодня моя задача показать результаты того, что у меня получается в саду. Конечно, не только у меня, потому что садом занимаюсь я вместе с мужем. И это результат наших совместных усилий. Могу сказать так. Вряд ли я бы что-то одна в саду смогла сделать без мужской, сильной руки и надежного плеча. Я очень рада, что муж разделяет мое увлечение с садом. Вот такая красавица. Наклонюсь вниз, вот так пониже. Ой, ну какая красота. Вот у этого сорта Джон Дэвис практически нет шипов. Я вам сейчас покажу веточку поближе. Посмотрите. Нет шипов совсем. Вот, мне кажется, это один из тех редких сортов, какие зимуют прекрасно. Цветут замечательно. Шипов не имеют. Но при этом имеют характер, волю к жизни, волю к цветению. А с другой стороны, соседом у этой замечательной розы является тоже туи западный смарагд. Вот такая замечательная туечка. Зелень и розы. Ну, мне лично очень нравится. Сейчас верхушку уберу туи, вот так подвину. Чтобы мы с вами видели всю красоту. Это первая волна цветения. Вот так попробую повыше подняться. Так, руку тяну, 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 тяну. Многие скажут, что у нее, вот у этой розочки, у этого сорта раскрывается вот так серединка. И несмотря на то, что лепесточков очень много махровых, что серединочка проглядывает как у шиповника. Вот вы видите этот куст в целом? Скажите, а портит ли это его? Нет. Конечно, не портит. Это дает определенную изюминку, шарм и какое-то такое дополнительное очарование. Отойдуйте теперь с этой стороны, чтобы вы могли полюбоваться. Полюбоваться роскошной кроной. Роскошной розой. И это один единственный куст. Мне задавали вопросы. Я постараюсь сегодня ответить на часть вопросов, какие вы мне задаете, именно по канадским розам. Задавали вопрос, можно ли эту розу сделать маленькой, но не выращивать до такой высоты, двух с лишним метров. Давайте веточку вот эту поднимем, посмотрим. Ой, какая чудесная. Я очень люблю цветы, поэтому у меня эмоции, эмоции, эмоции. Меня не было буквально пять дней. Мы ездили в Финляндию за финскими зимостойкими рододендронами, которые у нас будут в ближайшее время в продаже. Обязательно отчет о поездке в Финляндию и общение с коллегами по морозостойким сортам рододендров обязательно сделаем выкладку, обязательно все покажу. Вот за пять дней я свой сад не узнала. Что-то уже успело даже отцвести, что только зацветало. Что-то уже набрало силу. Ну вот хорошо, что я застала цветение многих своих любимец, красавиц. И покажу сейчас вам, как эту розочку я сделала маленькой. Причем у меня получилось так, как матрешки. Вот здесь одна большая. Есть средняя, которая растет между двумя другими канатками. И есть совсем крохотулина, которая растет около фонтана. Пойдемте покажу и расскажу, почему. Одна большая, другая маленькая. Вот продолжаем канадские розы смотреть. И вот эта малышка. Это тоже сорт Джон Дэвис. Возраст она, да, поменьше на год. Посмотрите, она какая компактная и какая маленькая. Почему так? Во-первых, эта роза у меня на переднем плане небольшого уголочка. Рядом с зоной барбекю. На втором плане здесь у нас гортензия, ива. И на третьем плане туи пузыреплодник. Дальше там фонтанчик, спирея, шарабана. Ну, я уже об этом рассказывала, показывала. Кстати, посмотрите на пузыреплоднике, какие коробочки. Чудесный, ничуть не портит кустик. Он такой же стоит опрятный, аккуратный. Так вот, возвращаясь к теме сорта Джона Дэвис, канадской розы. Этот сорт тоже неукровной. Почему он такой маленький? Потому что я его сильно обрезала осенью. Именно для того, чтобы здесь этот сорт был невысоким, не притенял красоту других растений. Но мне хотелось вот именно в эту зону какое-то яркое пятно. Ну, очень хотелось. А, собственно говоря, вот так и получилось. Причем сорт этот Джон Дэвис цветет неоднократно. Он цветет весь сезон. Видите, закладываются новые бутоны. Вот какая красота внизу. Если тот сорт мне нужно было вверх поднять руки, чтобы показать вам всю красоту, то здесь мне нужно присесть на корточке или сильно наклониться, чтобы показать красоту вот этого куста. Вот такой замечательный сорт. Поэтому придавайте форму розовому кусту ту, которая вам необходима. Можно выращивать и большую, и маленькую. И пойдемте покажу уже третий куст этого же сорта, чтобы нам уже перейти к другим сортам. И вот третий куст. Опять сорт Джон Дэвис. Вот эта малышка, вот такая эдакая малышка. Но малышка, вот почему. Ее просто задавили своими кисточками две соседки. Смотрите. Вот рукой даже подвинула. Сейчас я о них расскажу. Вообще предполагала, что она как-то разбавит красный цвет. Поэтому посадила вот здесь. Мне хотелось. Там они вот по одному, как солитерные растения. А здесь хотелось мне, чтобы они вот друг друга дополнили и разбавили ярко-красный цвет. Но не получилось. Зная устойчивость сорта Джон Дэвис, я полагала, что он тут всех задавит. Нет, не вышло. Ну что же, давайте расскажу и покажу следующий сорт. Hope of Humanity. Тоже канадский сорт. Здесь только начинает она зацветать. А вот этот куст уже дает пышные, красивые кисти. Сорт канадской селекции. Зимостойкий. Зимует без укрытия. Вот так поближе. Кисточки, смотрите, похожи на флорибунду. Правда? Вот такие. Я сейчас поднимусь на ступеньки дома и покажу вам эту красоту сверху. А сначала вот так обойду. Здесь у меня также соседствует стуй. Туй западная смарахта. На дальнем плане можжевельник. Маффетблю. И дальше здесь у меня клематисы зацветут. Обязательно покажу. А сейчас пока вот так. Обойдем с другой стороны вот эту красотку. И это один куст. И вот сюда веточки выбросил. Тоже все это один куст. И вот так улеглись даже на дорожку. Надо бы сделать опоры, подпорочки, чтобы они на дорожке не лежали. Оправдания мне нет, что за всем не следишь. Надо заводить то количество цветов, за которыми можешь ухаживать. Вот это я теперь знаю четко. Смотрите, по поводу вот этого сорта. Hope of Humanity. Цветение, конечно, очень красивое, очень эффектное. Вот так постараюсь поближе. Очень густо махровое. Серединок практически не видно. Одни цветочки оцветают. Их нужно сразу удалять. Другие зацветают. То есть, ну, красота. Просто красота. Листочки, видите, все чистые. Кое-где, конечно, есть гусеничками подъеденные. Но обрабатывал я их очень и очень добросовестно. Перейду теперь вот к этому кусту и зайду с другой стороны. Кстати, здесь у меня вот находится лиственница. Вот такая красавица-лиственница. Давайте вот так. Вот так покажу эту красотку. Вот такая красавица-лиственница. Мы сейчас ее обойдем. Вот так. И посмотрим на нашу розочку на второй куст. То есть, вот три куста. Хоуп оф Хьюманити. Два куста. И между ними Джон Дэвис. Вот такая красота. Видите, очень много побегов. Вообще, заявленная высота. Я не зря в самом начале сказала, что все зависит от того, где и как располагаются розы. Вот это розы на самом солнышке. Им никто не мешает. Они раскинулись достаточно широко. Им вольготно, просторно, комфортно. Внизу, да, здесь у меня почвопокровные розы. Супер Дороти. Скоро начнут уже зацветать. Здесь гортензий. Когда будет перерыв в цветении роз, соло будет у гортензий. И на втором плане будет соло у клематисов. А пока смотрите, что у меня получилось. Видите, сколько много побегов. Побегов не просто много, а очень много. И они такие хорошие, вертикальные. Вы удивитесь, но эти побеги идут не от корня. Они идут от ветки. Вот я уже сейчас туда не пролезу. Точно не пролезу. Но вот так вот чуть-чуть, наверное, покажу поближе. Если видно, будет вот одна веточка. Одна единственная. Я в этом году сделала такой себе эксперимент. Взяла одну веточку сорта розы Hope of Humanity и шпилечкой не к земле прижала совсем, а просто чуть-чуть наклонила. И думаю, если побеги растут вправо-влево боковые, если чуть-чуть пришпилить, пойдут ли они расти вверх? Вы знаете, у меня получилось. Все побеги у розы пошли расти вверх. И вот они какие стали. Вот сверху получается вот такая красота. Это еще все на бутонах. Сейчас бутоны проснутся. Цветение будет очень и очень пышным и обильным. Дорожка. А там мои любимые дерины, ивы. Ива Голден Саншайн, вон в самом уголочке. Туи Западный Смарагд. Дерин Элегантиссимо. Ива внизу Хакура Нишики, вон там вдалеке японская. Я не зря в самом начале сказала о том, что все зависит от того, где находится куст розы. Заявленная высота сорта Hope of Humanity. Метр в высоту и метр в ширину. А вот теперь смотрите. Высота куста выше метр семьдесят, но будет еще выше. И в ширину куст до двух метров. И это всего-навсего одна розочка, которую я, как обычно, покупала в коробке в нашем садовом центре и высаживала из коробки. Пойдемте путешествовать к другим сортам канадских роз.